Окей, это видео проведёт нас через тему текстурирования так быстро, насколько это возможно, поэтому я постараюсь рассказать обо всём за считанные минуты. Переведено и озвучено BrainyMan. Итак, у меня есть надгробие, и я собираюсь разукрасить его. Мне нужны отдельные экраны для UV Editor и Node Editor. Так, здесь у нас будет UV Editor, здесь Node Editor, Мне нужен движок Cycles Render, потому что он мне просто нравится. В Node Editor жмём Use Nodes, и тем самым образуем текстуру для этого объекта. Окей, так что я просто могу создать новую текстуру и обозначить её как Gravestone. Могильный материал. Всегда сохраняйте как текстуру, не материал, потому что материал у нас образуется вот только здесь. Отлично, у нас здесь ещё есть UV, так что нам ещё надо развернуть текстуру, что мы и сделаем. А для этого мне нужно выбрать всё в Edit Mode, Unwrap, через кнопку U, и выбираем Smart UV Project, если хотите сделать всё реально быстро. Всегда неплохо иметь немного Island Margin. Так должно подойти. Island Margin позволит вам создать небольшую дистанцию между вашими островками, чтобы ничего не накладывалось на вашу нарисованную текстуру. Супер, здесь у нас наш развернутый объект, я полностью доволен, и сейчас я создам здесь новую текстуру. Жму New, эммм, Grave Color. Вот так. Вы можете вдвое её увеличить, если хотите крутую детализацию, но нам подойдёт и 1024. Да, вот моя текстура, только вот я не вижу её в Node Editor. Поэтому, если я начну рисовать на этом, проверим через режим Texture, то объект будет фиолетовым, что значит, что к нему не применено изображение. Так что здесь жмём Add. Texture. Image Texture. Переносим внутрь, и здесь мы уже должны видеть наш могильный цвет, потому что вот он в нашем блендере, он чуть выше. Как только я её применил, объект стал чёрным, как, собственно, и здесь. Теперь самое время начать рисовать на этом то, что мне хочется. Вы даже можете соединить материал с текстурой, если хотите. Но если вы нажмёте на эту текстуру, ну, на которой мы собираемся творить... Короче, если вы создали новую текстуру и нажимаете на неё, то на ней мы и будем рисовать. Так что на ней я могу заняться рельефным текстурированием, бамп-мэппингом, или чем-то вроде того. Ещё одна штука, которую вам нужно запомнить вот здесь, где имидж. Вам нужно Save Image S. Ну, сохранить его. Блендер-то имеет копию текстуры, но у нас-то её нет. И если мы сейчас закроем блендер, то потеряем этот цвет для надгробия. Разве что, если мы его не сохраним где-то у нас в файлах. Окей, Save Image. Я просто сохраню его на рабочем столе. Grave Color, Save Images. Прекрасная штука! И теперь вы можете заметить, что я могу начать разрисовывать моё надгробие. И это будет появляться здесь. Вы всегда можете переключаться на это окошко, выбирать режим Paint и рисовать здесь, если хотите. Здесь вы можете добавить больше деталей, и тут будет немного больше контроля. Так что, как раз и здесь, в UV Images, это несколько проще. Затем можете вернуться к View, дабы увидеть, что вообще происходит. Удостоверьтесь, что если вы что-то меняете или добавляете, то вы это обязательно сохраняете через Save Image. Если вы этого не сделаете, то потеряете всё, над чем работали. У меня такое было несколько раз, так что будьте осторожны. Что ж, надеюсь, вам это пригодится. Вообще подписывайтесь, там жмите колокольчики, делитесь с любителями Blender, с профессионалами, или даже с новичками, которые просто хотят научиться, но вот чё-то им не хватает. Думаю, что наш туториал для новичков просто в самый раз. Собственно, это всё, что я хотел сказать. Отвлекать вас больше не буду. 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 Субтитры подогнал «Симон»